Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Мария. Хочу сегодня поздравить вас от всей души с большим праздником. Сегодня вербное воскресенье. И пожелать, чтобы у вас всё было хорошо. Благополучия в ваших домах, здоровья вам. И, конечно же, прекрасного цветения вашим орхидейкам. Сегодня отвечу на пару вопросов. Попросили меня показать, в каких горшочках у меня стоят орхидеи. И постоянно ли в двойных кашпо или горшках находятся мои орхидеи. Задали вопрос. Это первый вопрос. И второй был по поводу ванн. В общем, по поводу ванн будет вторая часть видео. Значит, смотрите, мои хорошие. У меня орхидеи мои стоят в разных системах. Некоторые просто в горшочках покупных. Некоторые стоят в кашпо. Некоторые в горшочках двойных стоят. Сейчас вам покажу. Вот, например, эта орхидейка. Она у меня в двойном кашпо стоит. И спросили меня постоянно, ли находятся они у меня в этих двойных кашпо, в этих горшочках. Значит, ничего я не переставляю, не убираю. Я наблюдаю. Если нравятся орхидейки, все. Зачем ее мучить и переставлять растение. Ничего этого не делаю, мои хорошие. Действительно, системы посадки у меня разные. Как видите, да? От простых горшочков. Начинаю и заканчивая вот такими двойными горшочками. Если будут еще какие-то вопросы, вы спрашивайтесь. Не стесняйтесь, я вам все расскажу, чтобы у вас тоже все хорошо получалось и цвело. И вторая часть вопроса по поводу ванд. Я вам показывала в прошлый раз, что у меня есть вандочки. И спросили у меня, сама ли я их вырастила до такого размера. Либо изначально они были куплены. Взрослые. Вот эти две у меня изначально куплены. Видите, кому напомню, что здесь две орхидеи у меня находятся. Две ванды взрослые. Есть у меня детка. Сейчас я ее вам тоже покажу и расскажу, в чем сидит. Тоже об этом был вопрос. Вот смотрите, есть у меня деточка. Это розовая ванда. Те две у меня одна такая сиреневая, а вторая желтая, по-моему, должна быть, если я не ошибаюсь. А это розовенькая. Значит, это малышка. Она совсем маленькая, как видите, да, по сравнению с рукой. Вот смотрите, стаканчик. Вот тут у нас корешок. Сидит она у меня без дырочек. Видите, горшочек. И он не фокусируется. Сейчас. Вот так сделаем. Вот так. Он у меня находится постоянно под подсветкой. Да, что ж такое. Извините, пожалуйста. Хочу показать вам чутенько. Вот. Значит, эта растенница находится у меня постоянно под подсветкой. В течение, наверное, 14 часов в день. Уже пустила один корешок. Там я не буду сейчас залазить, но поверьте мне, что там внутри еще растут несколько корешочков. Вот такая малышка. Ей очень нравится свет. Долго я с ней пыталась найти язык и понять, что ей нравится. Она наращивала корневую, потом ее почему-то отсушивала. Но вот такая вот посадка ей очень понравилась. Поливаю я ее по мере просыхания. И то не до конца она у меня просыхает. И она у меня, знаете, как... Ну, поливается вот так вот буквально. Воды я наливаю. И ее впитывает, естественно, в себя мох. Это все и растет. Вот такой уже молодой листик она наращивает. Один она, видите, решила немножко отсушить. Справа, видите, желтеет он. Не от основания. Он правильно желтеющий лист. Вот так что с ним все хорошо. Вот такой вот подход я к ней нашла. И как написала Наталья Крылова, очень хочется, но очень страшно. Дорогие и капризные эти ванды. На самом деле, если найти к ним подход, они такие же простые, как и фаленопсисы. То есть, ну, понятно, что у каждого своя система будет, да, полива там и ухода за ними. Ну, вот хочу вам показать. Вот весна наступила и у нас вот такой чудесный корешок. Вот, так что развиваются они. Я надеюсь, что в этом году они у меня процветут. Вот это я вам показывала, да, что я просушивала феном и сожгла сама лично. Листья ни в коем случае не делайте так, как я. Вот, так что на этот вопрос я тоже ответила. Из новостей, мои хорошие. У меня распускаться начал дендробиум фаленопсис. Посмотрите, какой он сияющий. И только сейчас я поняла, почему он называется поларфая, полярное сияние. Посмотрите, как играют лепестки его в прожекторе моего фонаря. Реально, как северное сияние какое-то, полярное, да, вот есть что-то. Вот такая моя прекрасная деленочка. Удивительно, конечно. Ну, что у меня со светом? Сегодня у меня как-то не очень. Сумбурное очень видео, девчоночки. Я извиняюсь, мальчишки. У меня сейчас нет времени посвящать много видео ютубу. Не обижайтесь, кому стало реже заходить и снимать видео. Но я обещаю исправиться. Просто у нас начался сезон по работе. И я не успеваю везде. Посмотрите, как распустился полностью мой прекрасный аддонтоглоссум. Какой он ароматный, какой он прекрасный, лаковый. Вот такая вот звездочка. Красотища. Ароматнейшая красавица. И вот такой вот букетик у нас получился. Это из новостей тоже. Еще одна новость. Моя котлея выпустила очередной огромный. Больше, чем остальные. Видите, туберидии рост. Вот такой росток огромный. Уже сформировались два листика. И там внутри формируется чехол. Я думаю, что она у меня процветет и в этом году своими прекрасными цветочками. Спрашивали меня еще про мои цикламены. Девчонки, я обязательно сниму вам, мои хорошие, мои прекрасные зрительницы и про них. Но в следующий раз, чтобы не занимать много вашего времени, отдельным видео. До сих пор у меня цветут именно вот эти два вида. Видите, совсем другие листья. Эти у меня отцвели. Вот такого плана листочки. Наращивают пока новые листочки. Очень красивые тоже. Но пока отцвели они. В общем, сниму я вам и про них тоже. Видео все, что знала, обязательно покажу. И спрашивали про мою прекрасную меденилу. Но пока она не цветет. Но она в хорошем состоянии. И девочки, мальчики, я ее пересадила. И посмотрю, если с ней все будет хорошо, я вам обязательно сниму видео о том, во что я ее пересадила. И каким образом за ней ухаживаю на сегодняшний день. Из новостей еще покажу вам свой Дендробиум Нобель. Это же моя детка, которую я вырастила сама. И посмотрите, как она прекрасно цветет. Ароматная орхидейка. Вот вторая деточка. Тоже посмотрите, все в бутонах. Тоже собирается зацвести. Вот еще раз спустился мой сингл. Который уже не одинокий. Сингл переводится как одинокий. Но я оставляю ему все цветочки. Вот четыре цветочка. Очень крупное растение. Цветок, вернее, крупных размеров. Потрясающей красоты, конечно. Очень красивый. В общем-то, новостей много. Я получила посылочку. У меня новые орхидеи, которые я купила в нашем местном магазине. Одна из них, девчата, оказалась ароматной. Но я об этом расскажу в следующий раз. И обещала снять своих подмороженных снегурочек. С подмороженными корнями. Все у них чудесно. Все хорошо. Я вам в следующий раз тоже все покажу и расскажу. Еще раз всех с праздником. Всем добра, любви, здоровья и благополучия. С вами была Мария. До новых встреч. Пока.